Мокрых пятен каких-то, подтеков, грязи. Магнит, магнит-косметик, поликлиника. А вот металлический уголок уже весь в ржавчине. Так у нас с вами выглядит паркинг. И вот здесь такое ощущение, что должен быть навес, но почему-то его до сих пор не смонтировали. Интересно, конечно, сделали вот такую изгородь настоящего дерева. Новые ключи от новой квартиры. И я надеюсь, что ключи аналогично передадут намного раньше. Да и мне жаль, что есть, конечно, и нюансы по строительству. Штукатурка, утеплитель. Согласно данных налоговой инспекции... Спасибо застройщику! Теперь предлагаю внимательно ознакомиться с проектом от застройщика. Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Жилой комплекс «Полис Приморский» возвели в Санкт-Петербурге, в Приморском районе, на Глухарской улице. Ближайшая станция метро к комплексу «Комендантский проспект», до которой 5 километров 100 метров. Застройщик комплекс дал одновременно 16 января 2023 года. С паркингами и с двумя детскими встроенными садами на 120 мест каждый. И здесь нужно сказать спасибо застройщику за то, что подумал о своих клиентах и не дал им жить в пыли и грязи, пока строится соседний дом. Застройщиком комплекса выступило общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Эм-Сити» с уставным капиталом в 150 миллионов 638 тысяч рублей. Уставной капитал вынушает спокойствие и уважение. А вот среднесписочная численность работников организации нет. Согласно данных налоговой инспекции с 2019 года по 2021 год, среднесписочное количество работников у застройщика 0 человек. Как вам такое? У застройщика есть генподрядная организация с названием «Строительная компания Аркада». С уставным капиталом в 10 тысяч рублей и 47 сотрудниками по данных налоговой инспекции за 2021 год. Ну хотя бы здесь есть люди. Жилой комплекс «Полис Приморский» представляет из себя 2-8 подъездных дома с высотности от 10 до 13 этажей. С пристроенными детскими садами и многоэтажными парковками. Монолитный конструктив, заполнение проемов из керамических блоков, утеплитель, штукатурка. Дом обещает быть теплым и энергоэффективным. Класс энергоэффективности здания «Б» высокий. Расчетный срок службы здания не менее 50 лет. Есть, конечно, и нюансы по строительству. Вот фотография от 4 октября 2021 года. Обратите внимание на стенку из керамики. На предпоследнем этаже она в уровень с бетонным перекрытием. А выше видно отклонение от вертикали. Или дом такой, или стену-то криво сложили. Вот на этом фото видно, как достаточно аккуратно смонтированы окна. А здесь видно, как монолит слегка съехал в сторону. Дом, конечно, не рухнет, но хочется, чтобы было построено аккуратно и все соответствовало проекту застройщика. Ведь навряд ли по проекту такие допуски. Как вы считаете? Теперь предлагаю внимательно ознакомиться с проектом от застройщика. Для этого открываем экспертизу проектной документации и внимательно, вдумчиво читаем. Итак, из проекта видим, что территория подтопляемая. Об этом указал эксперт в экспертизе проекта. Надеюсь, застройщик сделал качество на гидроизоляцию и подземные этажи будут сухими. Да и мне жаль, что засыпали русло реки Глухарки. Я считаю, что это неправильно. Я не знаю, кто это сделал, застройщик или кто-то другой. Если вы знаете, кто засыпал русло реки, напишите об этом в комментарии. Квартиры в комплексе представлены от студии до трехкомнатных квартир. Высота потолка в квартирах 2 метра 76 сантиметров. Квартиры застройщик продает и передает с предчистовой отделкой. Согласно проектной декларации застройщика, дома должны были сдать в третьем квартале 2023 года, а ключи передать до 30.06.2024 года. Напомню, что комплекс застройщик сдал 16 января 2023 года, то есть на порядок раньше, чем указано в проектной декларации. И я надеюсь, что ключи аналогично передадут намного раньше и не придется людям ждать почти полтора года. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии однокомнатные квартиры занимают более 85% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 13,5% и трехкомнатные квартиры 0,81%. А если в числовом выражении, то всего 18 трехкомнатных квартир. В комплексе 2200 квартир, 452 машинное место в многоуровневых паркингах, 1124 места на открытой парковке на территории комплекса. Согласно проекту застройщика, есть, конечно, места и вне территории комплекса. Но где эти места вне территории комплекса, никто, к сожалению, не знает. На момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 800 тысяч рублей. Ипотечные ставки от 3% годовых с первоначальным взносом от 15%. Нужна информация о планировочных решениях, о цен на квартиры, об ипотечных предложениях? Оставьте заявку на andreyartemov.ru Или напишите мне в соцсети ссылки на мои соцсети в описании к этому видео. В шаговой доступности от полиса Приморского большое количество новостроек. Однокомнатные квартиры здесь стоят на порядок дороже. Один из недорогих это будет аквелон. Обзоры этого, этого и этого комплекса есть на канале. Ссылки оставлю в описании. Пройдите и посмотрите, кому, соответственно, интересно. Здесь должна быть в будущем дорога, сам комплекс. Штукатурка смотрится красиво. Издалека достаточно ровные фасады. Большое расстояние между домами здесь, наверное, около 60 метров. Вот, кстати, выход коммерции. И вот здесь двухуровневый детский сад. И здесь аналогично. И здесь у них там большая-большая дворовая территория. У каждой, соответственно, группы своя площадка. Напротив жилой комплекс Ириоста, где квартиры чуть более 13 миллионов рублей. Так как он давно сдан, здесь уже появилась коммерция. И что-то можно приобрести. Уже, соответственно, здесь, к примеру, отметить вкусным шампанским новые ключи от новой квартиры. Дом сдан. Все закрыто забором, за которым видно современное освещение. Интересно, конечно, сделали вот такую изгородь из камня за сеткой. Такой я обычно видел в частном домостроении. Но здесь это выполнил застройщик. Здесь декоративные элементы из настоящего дерева. Слушайте, смотрится вот эта стена вообще очень-очень классно. Ну и вот более в близком расстоянии смотрю на фасад, и он ровный. А вот металлический уголок уже весь в ржавчине. Так у нас с вами выглядит паркинг. И вот здесь такое ощущение, что должен быть навес. Но почему-то его до сих пор не смонтировали. А вот здесь смонтировали магнит, магнит-косметик, поликлиника. Давайте попробуем вот так посмотреть, что же там настроили. Вроде как дворы достаточно интересные. Но, друзья, перед тем, как написать свой комментарий, посмотрите на рендер от застройщика и напишите, соответствуют ли дворы, озеленение в этих дворах, наполнение этих дворов тому, что указано на сайте застройщика. Смотрю на сам фасад, нигде не вижу мокрых пятен, каких-то потеков, грязи. Вот с расстояния метров 20 такое ощущение, что впечатление достаточно аккуратного фасада. То есть все сделано ровненько, красивенько. Но, конечно, при приближении может быть немножечко другая картина. Ну и, конечно, у меня вопрос к холодному остеклению на балконах застройщика. Здесь мы видим, что сплошное идет остекление. И первый вопрос – это звукоизоляция. Второй вопрос – это продувание и протекание этих балконов. А если обратить внимание на все эти комплексы Ариоста, Моду, Маквилон или Полис, ну, внешне Полис, по мне, как-то смотрится намного аккуратней и симпатичней. Есть обзоры и про остальные комплексы. Ну, вот как-то там, я, знаете, вот таких впечатлений положительных не набрался, как здесь. Жаль, конечно, что никак нельзя попасть вовнутрь. И мне очень непонятно, для чего ждать полтора года для передачи ключей. А если вам уже позвонил застройщик и назначил дату передачи ключей от вашей новой квартиры в Полисе Приморский, напишите, друзья, об этом в комментариях. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok